Наслаждайся моментом Всем добрый день, я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Наш сегодняшний разговор это приглашение на формулу рукоделия, которое состоится с 13 по 16 февраля в Москве в Сокольниках. Я заранее прошу извинения у тех, кто не сможет приехать на формулу, потому что, скорее всего, зона достигаемости это Москва, ближние Подмосковье, ну и ближние города Тула, Орел и так далее. Итак, формула рукоделия. Проходим в Сокольниках. Обычно два зала, 4 и 4.1. В 4.1 уже готовые вещи какие-то, там брошечки, поделочки, там платьишки и так далее. Зал 4. Товар для рукоделия. Конечно же, наша Академия лоскутного шитья сидит в зале 4. Место Е4-4. На схеме вы это увидите, легко нас найдете. Речь вот о чем. В этот раз мы приняли решение сократить количество тканей и торговать в основном готовыми комплектами. Поэтому те, кто к нам приходит, готовьтесь. Готовые комплекты будут. Смотрите, почему такое произошло, это мое решение. Я очень много продаю тканей, к нам приходят в магазин, как бы, с вопросом, ой, я хочу что-то шить. Я всегда задаю один вопрос. Чего вы хотите на самом деле? И вот в этот момент у людей начинается произведение рассудка. И мне совершенно четко в этот момент говорят, я хочу шить одеяло для, допустим, внука. То есть запрос уже совершенно ясен. Уже примерно понятно, какое это должно быть одеяло. А вот дальше начинаются песни и танцы народов мира. Потому что на самом деле у вас есть три концепта, как шить, ну скажем, детское лоскутное одеяло. Сейчас я вам все эти концепты покажу. Смотрите. Концепт первый. Допустим, у вас ребенок маленький и вы что-то шьете, у вас дома полно остаточков и кусочков. Тогда вам не нужно покупать никакой готовый комплект. Вы проводите ревизию своих остатков. Вот у меня, допустим, сейчас просто огромнейшее количество всяких их. И шьете что-то подобное вот такому одеялку. Вот прям, смотрите, я вам приготовила. Вот детское одеялко. Это даже не кризис. Просто хаотически сшито из кусочков. Ребенку будет очень забавно. Почему? Потому что вот такие одеялки, они у детеныша очень хорошо развивают воображение. То есть здесь рисунки непроявленные. Здесь ниже, допустим, конкретно там волк и зайца. Тут какие-то фрагменты. И у него фантазия работает. Это концепт первый. Кстати, достаточно эффектный, эффективный. Концепт второй. Вы пришли в магазин и увидели какую-то красивую тканюшку. Ну вот прямо она сел, нет, как вам понравилось. Ну вот что-нибудь, допустим, тут с ягодками или с котиками, да, допустим, вот что-то такое. И вот вы говорите, вот прямо вот с этой тканюшкой хочу шить одеяло. Тогда, конечно, вам прямая дорога в магазин тканей, к этой тканюшечке, подобрать какие-нибудь компаньончики. Ну, допустим, вот коричневый, там золотисто-желтый, тут зелененький, ну что-то еще. Конечно, не всегда в магазинах есть то, что вам подойдет. Если вы пришли без базовой ткани и что-то набрали, то, скорее всего, ну как минимум половина ткани будет, как я говорю, мимо кассы. То есть вы купите то, что вам не подойдет и, возможно, останется для последующих проектов, а, возможно, будут храниться веки вечные в ваших закормах. Ну, и есть еще путь, когда вы шьете по какой-то концепции. Ну, допустим, вот сейчас, вот мы недавно шили одеяло Борджелла, там, или Бродяги Севера. Вот сейчас я разрабатываю концепцию вот этого одеяла, как бы. Оно вообще-то называется пустошь в формате Дженни Бея. Ну, у меня оно называется английское чипитие. Если вы посмотрите вот на пол сзади меня, вот посмотрите, что тут происходит, как бы. Это вы далеко еще не все видите, не все масштабы бедствия, как бы, да. Вот, посмотрите, это идет подбор тканей на лоскутное одеяло. Причем на это одеяло нужно не 17 тканей, а всего лишь 8. И то, понимаете, посмотрите, идет просто битва между конкурирующими лоскутами. Или, как бы, посмотрите, я тут выкладываю, как бы, все. Я живу в Москве, и мне доступны все оптовые магазины Москвы. И то, посмотрите, какой концепт, и сутками, скажем так, работы нашему чинению не ограничится. Что же делать нормальным людям, которые, ну, извините, вообще, может, не имеют возможности сходить в эти магазины. Может, вы живете где-то там в регионе, как бы, ну, там просто бедные магазины. Ну, не обижайтесь, бедные, бедные, как бы. Я же была, я сама из Томска. Что можно сделать? Можно пойти по такому пути, купить готовый набор. Ну, вот сразу вот долго не бегая, допустим, на это одеяло и на другие одеяла нашей академии есть прямо готовый набор. Что вы получаете, покупая готовый набор? Ну, вот, допустим, мы с вами говорили, что там я хочу шить лоскутное одеяло мальчику, допустим, да? И вот, допустим, вот у нас есть, вот, например, набор бородяги севера, да? То есть сюда выходят панельки. Я хочу шить одеяло мальчику, чтобы мальчик у меня любил природу, был сильным и мужественным, как бы, и не боялся трудностей. Допустим, тогда по мотивам Джека Лондона, по мотивам, господи, забыла, второго автора, Нака фамилия, забыла, ну, вы шьете одеяло, что-то там вот про север, там и голубенькое, вот мальчику идеально подходит. Конечно, собрать самой такие ткани, это вот просто убийца, это вы полгода будете собирать. Идете и покупаете готовый комплект. Какую еще выгоду вы развлекаете из готового комплекта? Поскольку я экономист с тремя высшими, то достаточно много времени я посвящала изучению раньше экономических стратегий. Так вот, допустим, подъем Китая, как бы, да? Китай поднялся за счет чего? За счет трудовых ресурсов дешевых и за счет стратегии копирования. Стратегии копирования. Что это значит? Что самому разработать трудно, а скопировать гораздо легче. Заметьте, я не призываю вас к плагиату. Но смотрите, вот вы раз, допустим, да, сшили одеяло по этой технологии, набрав, допустим, ткани из готового набора. И если творческая жилка вас пьется, как бы, то в следующий раз вы можете сшить аналогичное одеяло. Ну, то есть по этой же схеме, там, вот с такими же вот, скажем так, с ананасиками тут, да, как бы с панелечками, но уже другого цвета, другого рисунка. И ткани вы уже можете подбирать сами, базируясь на том прежнем опыте, который вы получили из готового набора. Именно с этой целью я призываю вас все-таки покупать готовые наборы, которые, кстати, немерено экономят вам еще и денег. Почему? Потому что вы приходите в магазин, у вас концептов в голове нет, вам понравилась эта тканюшка, эта тканюшка, сколько брать? А, сколько брать? Ладно, полтора метра. Ну, ладно, а этого 50 сантиметров. Короче, вы пришли домой, даже если все эти ткани идеально друг другу подошли, в чем я очень сильно сомневаюсь, вдруг вы обнаружите, что этой ткани не хватает 30 сантиметров, а этой ткани слишком много. Короче, у вас возникают остатки. Вы пришли, мы купили на 15 тысяч тканей, это, извините, там 10 с небольшим метров, как бы, ничего не понятно. Реально на одеяло 2 на 2 метра, ну вот по большому счету, требуется от 7,5 до 8 метров ткани, потому что у вас там уйдет что-то в швы, что-то еще как бы, плюс еще прибавьте подкладку. Итого, сейчас мысль потеряла. Короче, надо комплекты покупать, и вообще-то хорошо покупать сразу комплекты с утеплителем и подкладкой. Почему? Я очень много пою о тинсулеете, о том, что это утеплитель на родинах мире, гипоаллергенный, безопасный. И по-прежнему вот те девушки наши, кто в регионах живет, как бы, они говорят, ну нету этого тинсулеета, нету, мы вынуждены покупать там синтепон. Синтепон, говорю сразу честно, не покупайте, потому что делают из пластиковых бутылок, из всякого, чтобы не сказать на букву Г, слово красно знаете. Поэтому покупайте то, что гипоаллергенно и безопасно. Как правило, все хорошие утеплители стоят выше 750, некоторые выше 1000. Не сочтите это за рекламу, как бы, в нашем магазине, вот ссылочка внизу, там есть эти тинсулеет и штапель в качестве подкладки, есть вот эти готовые наборы. Поэтому, те, кто в регионах, конечно, берите готовые наборы, берите сразу себе комплект тинсулеет и комплект штапеля. На взрослое одеяло у вас идет 3 метра тинсулеета, 4 метра штапеля, на детское 2 метра тинсулеета. Ну, где-то там 2 метра штапеля хватит, но лучше брать с запасом. Ну, а те, кто любит руками, потрогает, я люблю. Приходите на форуму рукоделия. Выбор будет. Вы посмотрите у нас, как бы, купите, потуслуйтесь еще, как будто ты, проникнитесь этой атмосферой выставки. Как мне пишут? Атмосферы творчества. Вообще, это правда, реально полезно, как бы, потусоваться вот среди себе подобных. Ну, тем более, что на выставке буду я, Ирина Юрьевна, сможем побеседовать, если какие-то вопросы есть. Поэтому, краткое резюме нашей беседы. Приходите на форуму рукоделия. Место у нас Е44, схема внизу. Схема прохода на форумулу есть на сайте форумулы рукоделия. Билет лучше купить заранее, потому что так получается дешевле. И что-то я еще умное хотела сказать, но уже забыла как бы. Поэтому приходите, мы вас ждем. Всем удачного дня. Субтитры подогнал «Симон»!